В свои 93 года Семен Израевич сохранил военную выправку и военные привычки. Он до сих пор каждое утро встает ровно в 5.30. Бывший моряк через всю жизнь пронес любовь к морю. Войну 19-летний курсант Высшего военно-морского училища начал на Балтийском море. Но уже в мае 1942-го был переброшен на Черноморское побережье в составе экипажа эсминца «Лидер Ташкент». Первое серьезное ранение рядовой получил во время гибели легендарного корабля. И я потерял сознание. Когда меня вытащили, я весь, конечно, был в мазуте и в крови. Потому что было ранение черепа. Мне сразу же, тут, конечно, сразу же прибыли санитарные машины. И меня сразу, не задумываясь, поместили, в чем мама родила, в морг. Спасла Семена Израилевича медсестра, которая случайно зашла в морг и услышала его стон. После выздоровления он стал артиллеристом-наводчиком. Получил грамоту от Сталина за освобождение Таманского полуострова и Керчи. Затем приезжал лечиться в Сочи, где, кстати, и познакомился с будущей женой. А когда вернулся на флот, сразу получил приказ следовать в Ялту. И только во время несения службы по радио узнал, что там открылась встреча глав антигитлеровской коалиции. Этот человек был очень, виду не очень, усталый. Он такой подтянутый был. И когда что-то получалось и так далее, он все время хлопал и улыбался. Ну, я его видел, вот, как отсюда до окна. Вот это оказался президент Рузвельт. Он чуть такой улыбчатый. Видимо, какой-то, ну, я бы сказал бы, даже на вид дружелюбный. А после окончания Ялтинской конференции их перебросили в Балаклаву, где Семена Израилевича ждала еще одна памятная встреча. На этот раз с Уинстоном Черчиллем. Позже мы узнали причину, почему Черчилль в Балаклаве. Оказывается, его предок, герцог Фарнбора, погиб в Крымской войне и похоронен под Балаклавой. И вот он решил посетить его могилу. О победе, вспоминает ветеран, узнали случайно. В это время он с командой работал на Одесской военно-морской базе. У Баржи начали принимать боезапас, готовиться к следующему переходу топлива. И это было 8-го числа. И вдруг с этих транспортов началась уже интенсивная стрельба. Мы сразу в чем дело? И по-немецки, как говорится, все матросы вас издаст. Они кричат «Виктори! Виктори!» После победы Семен Израилевич еще 15 лет отдал военно-морскому флоту. Дослужился до контр-адмирала. После вернулся с семьей в Сочи, где еще почти 30 лет проработал в городском хозяйстве. Получил знак отличия за участие в строительстве курорта. Сегодня Семен Израилевич ведет активную общественную жизнь. Много гуляет, читает и пишет стихи. От причала я в бой отправлялся. После похода к причалу всегда швартовался. У причала готовился к боевому походу, к выходу в море в любую погоду. Только теперь до причала я стал приходить, а от причала перестал отходить. Я стою на причале, а у берега плещется море. Долгожителем себя ветеран не считает. Говорит, ему не 93, а всего 73. Ведь в тот памятный день, когда его, 20-летнего юношу, спасли из морга, он начал жить заново. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». Пошли.